С нового года не стихают бураны и метели в Акмолинской области. Всю неделю трассы то и дело закрывают для движения автотранспорта. Только в Бурабайском районе на республиканской трассе Астана-Петропавловск первый рабочий день переожидали непогоду с около 500 машин. Колонны автомобилей отправляли по объездной дороге через Адбасар. Подробнее об этом Сауле Кусейнова. Такая картина стала привычной на этой дорожной развилке за городом Щучинск. На республиканской трассе Астана-Петропавловск ежедневно собирается несколько десятков различного автотранспорта. Сообщения о штормовой ситуации водители не останавливают. Отправившись в дорогу, несмотря на метель, теперь они часами стоят в ожидании улучшения погодных условий. Против сил природы не попрешь. Еду из Кокшетау, попасть надо в Астану сегодня. Техника не справляется. Получается, будем ждать. По словам специалистов нацкомпании «Казавтожел», годовое содержание платной дороги – 1 миллиард 100 миллионов тенге. Половина средств приходится на зимний период. В настоящее время 54 единицы спецтехники работают в круглосуточном режиме. Ну а тех, кто все же остался на дороге в непогоду, срочно эвакуируют. Вблизи расположены сразу несколько пунктов обогрева. Здесь расположена техника, спецтехника, которая предназначена для эвакуации людей. Она же предназначена для пунктов обогрева. Здесь непосредственно на месте, в котором в круглосуточном режиме работают. Там дежурят специалисты Акимата, сотрудники непосредственно колледжей. Таких пунктов обогрева в Бурабайском районе 6. Здесь водители и пассажиров ждут бесплатный ночлег и питание. С начала зимы в районе обогрели около 600 человек. А сейчас мы с вами посмотрим условия. В специально отведенных комнатах общежития колледжа могут разместить до 24 человек. Сервис без излишек, но замерзшим путникам они спасение. Таких пунктов в области 137. Люди, которые с дороги сюда приезжают к нам, их принимаем. Как домашние условия у нас все здесь. Чай даем горячее. Нам деньги выделяют. С России бывает, с разных городов. Все удовольные. Спасибо, говорят нам. Полицейские и спасатели сетуют. Водители очень часто игнорируют предупреждения об опасности движения на заснеженных трассах. С начала зимы в сопровождении спецтехники они уже доставили до мест назначения около 6 тысяч машин. Сауле Кусынова, Анатолий Поляна, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24.